здравствуйте мои дорогие подписчики с вами сегодня я из солнечного неаполя татьяна блогер поздравляю вас всех с праздником 8 марта и сегодняшнем видео я хотела бы рассказать но не могу же я без полезностей просто выйти к вам в эфир поэтому в сегодняшнем видео я хотела бы рассказать и ответить на давний-давний вопрос подписчицы о том как неаполе можно если вы нелегально находитесь арендовать жилье и расскажу это на своем примере а выводы как всегда делайте сами всех женщин я хотела бы сегодня поздравить с праздником 8 марта и пожелать вам любви к себе потому что женщины так созданы что они любят всех и все вокруг и последнюю очередь они уделяют время и самое главное дают любовь себе хотя мне кажется должно быть совершенно наоборот и от того насколько вы любите себя складывается ваша жизнь вы заботитесь о себе делаете себе какие-то сбережения балуйте себя прекрасными подарками поэтому я вам хотела бы пожелать именно любви к себе еще мне хочется чтобы у каждой из вас внутри было маленькое солнышко которая всегда помогала вам светиться изнутри и позволь мир добро радость еще крепкого вам здоровья несмотря ни на какие пандемии и приборатность меня смотрит первый раз я хочу сказать что я татьяна живу я в неаполе пять лет и до последнего момента я находилась здесь нелегально данный момент прохожу легализации по санаторию и конечно же рассказываю о своей прошлой жизни и вот когда я в одном из видео упоминала что можно арендовать жилье и конечно же я арендовала квартиру то мне подписчица задала такой вопрос на который вы знаете сразу и не ответила мне показалось что это в принципе знаете само по себе понятно как это вообще все делается и впоследствии я пересмотрела отношение к этому вопросу и решила рассказать как сняла как арендовала квартиру я как какие обстоятельства способствовали этому и возможно моя история кому-то пригодится впоследствии точно также нашла я такое жилье как она мне попалась вообще и где я хотела снимать квартиру я рассматривала несколько вариантов искала жилье в интернете через газеты через все месседжи вступала во всевозможные группы искала информацию самостоятельно весной я собралась поездку в сицилию и какие-то это были праздники возможно даже это было и паска уже не помню честно это было двухдневная организовывали ее наш соотечественники группа с экскурсоводом в общем-то такие военно-полевые условия всего в автобусе ночевка тоже в автобусе и в этой поездке я познакомилась с двумя она была из неаполя одна из солерна впоследствии мы продолжили общаться и вот в один из дней мне позвонила женщина которая жила в неаполе и пригласила к себе вкус я пришла к ней дом тем более мне было интересно на тот момент посмотреть как девчонки самостоятельно снимают жилье конечно же я пришла к ним гости я посмотрела в каком месте она живет к какая у нее квартира мы поговорили по бабски там посидели и вы знаете то место где находилась эта квартира ну мало сказать мне не понравилось она скажем так шокировала своим внешним видом а вот сразу бросается в глаза вот трущобность именно трущобность этого этих домов насколько они старые насколько они обетшал и задрипан я бы так сказала задрыпан и уже некуда но когда я поднялась к ней на этаж и уже попала непосредственно в квартиру квартира оказалась ухоженной не такой удручающий у нее был вид и в общем то совершенно уже по другому я скажем так посмотрела на ее жилье нежели вот пока я добиралась до него скажем так по лестнице и по самому дома пришла я в гости да и все и разошлись мы на этом через время какое-то когда я уже занялась поиском непосредственно и осмотром позвонила мне она и сказала что она съезжает с этой квартиры и если я хочу то она могла бы меня познакомить с ее пропитарио или арендодателем для того чтобы мы обговорили все условия я могла бы дать ему предоплату за за квартиру и впоследствии после того как она освободит жилье я могла бы въехать эту квартиру совершенно спокойно при разговоре с хозяином я уже обговорила тот момент что если мне нужен будет контракт и если мне нужна будет прописка именно в этой квартире то сделать это он не сможет официально потому что ему со своей стороны это не выгодно квартира у него находится в оплате мы по банковскому кредиту и увеличивать себе расходы до тех пор пока он скажем не выплатит этот кредит но не хотел он как лата за эту квартиру вместе с а все со всеми расходами за свет за газ воду была единоразовый в месяц 350 евро и все уплочено что себе представляла эта квартира она находилась на третьем этаже она находилась между квартирами это была не угловая часть адуизия преимущество было что она была сухая в этой было скажем так совмещено окно и балкон балкон где-то в общей сложности был от 3 до 5 метров я уже не помню но хороший такой то можно было просто сесть допустим вынести даже столик два стула и так мило посидеть поужинать а вот при входе когда вы заходите вы сразу попадали в кухню можно можно сказать так прихожу и в кухню был отдельный туалет и потом был вход в комнату скажем спальню комната скажу вам было но наверное не больше чем 20 или 24 квадратных метров но зато она была с очень высокими потолками где-то под пять с лишним обычно из таких квартир делают делят их на пополам и делают типа монолокали но в этой квартире были просто высокие огромные потолки интересная была такая особенность в неаполе дома очень близко близко стоят друг другу иногда выходя на балкон может показаться что можно до соседнего балкона дотянуться рукой на в доме напротив выходила постоянно неополитанка была очень скажем так внушительной комплекции и по всей видимости она страдала болезнью ног потому что практически никогда не спускалась если ей нужны были сигареты или продукты обычно в неаполе поднимают таких вот корзиночках пускают вниз на веревочке корзиночку вам туда ложат что вы заказали вы денежку в тоже в тот же момент и подняли все как бы и ходить уже никуда не надо так вот она постоянно выходила на балкон курить или просить у кого-то сигареты еще таким образом неаполитанцы перекрикиваются друг с другом я просто на балкон можно было посидеть пять минут и узнать все новости того места где вы же когда выходила на балкон я думала что в дом напротив и даже в нашем доме потому что было только моя скажем квартира с балконом а дальше были просто окна они были практически постоянно закрыты так вот я думала что в этих квартирах даже никто не живет но однажды случился такой случай когда в нашем подъезде стал ночевать негр просто на матрасе и просто на лестничной площадке он спал и вот когда мы ходили и иногда перецыпались через него потому что он там себе устроил как бы место жительства такое и и поскольку у негры друг друга все поддерживают к нему там стали тоже приходить друзья и вот какая-то какой-то завязался конфликт между итальянцами и между неграми и в один из дней я услышала огромный большой шум когда вы выглянула с окна и увидела что это негры с неаполитанцами именно беседуют на каких-то повышенных тонах но меня поразило не это меня поразило другой момент что когда я вышла на балкон я увидела что из каждого окна которая всегда была закрыта я думала что там даже не живут люди выглядывала голова человека в каждом окне голова человека и эти головы все с окон кричали на негров поддержку неаполитанцев такой стоял он я вам хочу сказать не надо было не чтобы мафия какая-то сюда в разборке вмешалась не милиция неаполитанцы с неграми разобрались очень быстро сами быстренько 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 в течение скажу двух часов покинули это место и больше этого негра я вообще не видела ни в своем доме не на теле моем этаже тоже жила неаполитанская семья гости я к ним ходила это была обычная неаполитанская из разряда бедных по соседски скажем так поддерживали дружбу иногда ко мне прибегала анна что-то попросить из холодильника когда у меня не хватало иногда я у нее просила когда они готовились что-то вкусненько они меня обязательно угощали этим вот и я вам скажу что в том в той квартире в которой жили они это была совершенно малюсенькая квартира для тех и для того количества людей которая проживала на этой площади вот я можно сказать по сравнению с ними жила в каких-то хоро я жила вдвоем с мужем и на территории в этой квартире еще проживала проживал ее сын с будущей скажем невесткой они не женаты были и у каждого была такая вы знаете маленькая маленькая комнатка практически из разряда что там стоит одна кровать можно было возле этой кровати пройти и прыгнуть на кровать и причем эти комнаты были даже без окон просто дверь входная и окна как говорится даже не предусмотрены это вообще скажу вам в неаполе нормальное жилье когда в комнате нет окна не так как мы прибыли смотря на то что в неаполе на площади грибати собралось большое количество иностранцев продолжает проживать большое количество и неаполитанцев и вот именно на той улочке в переулке где жила я можно было тоже встретить итальянцев разного скажем уровня до жизни на соседнем доме напротив где жила я была семья которая жил скажем так авторитет авторитет неаполитанцев ну другими словами скажем служитель мафии которые у которого окна выходили прямо на улицу видно была квартира с шикарным просто ремонтом и все знали что этот человек живет вот здесь все его уважали все к нему обращались за помощью и в доме где жила я тоже скажем так была авторитет в углу скажем наркотельцов которые практически есть в каждом переулке не не лишним сегодняшнем видео было бы упомянуть о безопасности проживания в этих районах что я могу сказать или посоветовать конечно же в ночное время лучше в этих районах не выходить хотя я вам скажу что эти районы до практически полуночи а то и позже освещиваются фонарями но зайти в такие переулки я вам скажу очень и очень боязно жуткое скажу вам так зрелище когда вы поздно ночью возвращаетесь домой самостоятельно но это еще не самое опасное время поздно ночью основные грабежи которые случаются именно в этих районах они случаются именно рано рано утром между пятью и шестью часами утра и очень часто я слышала среди на и крики о помощи кто-то за кем-то гнался кто-то кого-то обворовывал да ребята такое есть и проживая тоже в этом же районе утром рано когда я шла на работу в семь часов утра и разговаривала по телефону подошел ко мне негр и просто телефон мой взял из рук и ушел побежать конечно же за ним я не побежала потому что выше он меня был на две головы я сама скажу вам честно спровоцировала эту кражу потому что когда я вышла никого не было вблизи именно эти два человека стояли именно они на меня смотрели потом сопровождали взглядами наблюдали и видели что рядом не было ни полиции никого я могу не могу позвать достоинства этой квартиры какие же недостатки этой квартиры достоинствами этой квартиры я бы сказала что не имея допустим документов вы свободно можете снять такую квартиру но в таком случае вы должны быть готовы что вы не застрахованы от того что в одно в один из дней вас могут из этой квартиры попросить освободить ее и если у вас не окажется денег оплатить за эту квартиру вас тоже в любом случае попросят из нее потому что платить за эту квартиру вы должны наперед кроме того у арендатора всегда есть кроме оплаты за квартиру наперед еще одна сумма которую вы уже проплатили так вот это гарантия того что если у вас не будет денег вы еще месяц сможете прожить но в дальнейшем вам скажут чао это квартиры я бы еще отнесла что именно эта конкретная квартира которая находилась в старючем доме просто в старючем а все в ней скажу вам приходила в негодность и ломалась каждый месяц приходилось ремонтировать то кран то обваливалась перегорала проводка на которую было огромное напряжение из-за того что что все ставили левые счетчики и подключались к твоему питанию электроэнергии весь дом который жил в этом доме не платил за электроэнергию все кому-то подключались воровали электроэнергию друг у друга эти бедные провода не выдерживали просто перегорали и весь дом оставался без электроэнергии ну и ты конечно же в том числе но когда нужно было ремонтировать что-то в этом доме скажем так даже в подъезде то приходили к тебе потому что знали что ты работаешь а все остальные не работают и просили денежек тоже у кого у тебя и вы знаете вот эти всевозможные поборы они со временем так напрягают и все эти поломки которые случаются в этой квартире тоже просто напросто задолбывает поэтому я вам скажу что это очень огромный и существенный недостаток когда в квартире квартира старая в ней все ломается и кроме того что ты платишь за квартиру тебе приходится еще поддерживать ее в каком-то косметическом порядке в каком-то в функциональном порядке это я вам скажу очень огромный минимум я бы еще отнесла те квартиры которые находятся на первых этажах они не предусмотрены для жилья потому что они считаются подвальными помещениями они очень сыреют покрываются плесенью там нету окон для проветривания но такие квартиры умудряются сдавать для иностранцев приспосабливать для жилья и я вам скажу что в такой квартире вам просто обеспечено заболевание легким хорошо если не аллергия вашей двери в квартиру будут выходить вот прямо здравствуйте на страду что тоже не очень скажем так самое главное правило для нелегалов которые снимают такую квартиру когда к вам стучатся в двери проверка допустим ваших счетчиков а не дай бог еще милиция ваша главная задача сделать что вас в этой квартире нет ни в коем случае не открывать никому двери и вообще постараться не показываться из квартиры конечно же вас и соседей никто не сдаст поверьте но это главное условие когда вы живете нелегалом вы снимаете жилье но в то же время вас там нет вот на такой ноте я хотела бы сегодня закончить свой рассказ подписывайтесь на мой канал ставьте лайки кому понравилось это видео заходите смотрите другие мои видео неаполь и компания опять находятся в красной зоне нас опять посадили на карантин закрывают все магазины закрывают бары рестораны которые работают только на вынос открытыми остаются только магазины продуктов питания базары и то все закрыты закрыты школы закрыты университеты обещают проверки на в поездах по причине вашего выезда из дома насколько это будет соответствовать действительности не могу вам ничего сейчас прокомментировать но предположительно наш карантин продлится до Пасхи с 6 марта до 6 апреля на сегодняшний момент говорят что всего лишь через две недели возможно нас выведут из красной зоны но мы-то все знаем что обычно когда нам это говорят подтверждаются продлением в дальнейшем красной зоны и такие вот на сегодня новости с вами была я ваш блогер из Неаполя Татьяна до новых встреч пока-пока тяу